Добрый день, дорогие друзья! С вами в эфире вновь радио Сангейтс. Меня зовут Владимир Гольштейн. Со мной в студии Майкл Мелехов, специалист в области нумерологии, финансист, руководитель и организатор центра Сангейтс. И сегодня мы хотим обсудить две, на мой взгляд, лободневные вещи, два вопроса. Один из них связан с развитием финансовых рынков, с динамикой развития после того, как Доналд Трамп уже стал президентом и начал формировать свою команду. Там произошла некоторая интересная, на мой взгляд, динамика. И во-вторых, мы поговорим о нумерологической составляющей сегодняшнего дня, о том, что сегодняшний день представляет собой с точки зрения нумерологии. И Майкл, очевидно, постарается дать какие-то рекомендации тем людям, которые родились в этот день, ну и вообще всем тем, кто интересуется нумерологией. Майкл, здравствуйте. Добрый день, Владимир. Добрый день, уважаемые наши радиослушатели, YouTube-зрители. По поводу финансовых рынков. У нас, на мой взгляд, была очень интересная программа, в которой мы говорили о том, что происходит с долларами, с другими валютами после сенсационной и неожиданной победы Доналда Трампа. Скажите, есть ли какая-то новая информация, есть ли какая-то динамика уже после этого, вот теперь, когда Трамп стал постепенно формировать свою новую команду, и как бы вот эта волна после сенсационных результатов выборов утраслась, вот что сейчас происходит на финансовых рынках? Ну, для начала надо отметить то, что победа Трампа на самом деле не была сенсационной, поскольку я беседал, и не один человек лично мне сказал о том, что, и не только мне, это было и в печати, о том, что победить Трамп, просто как всегда у нас и в мире делается не так, как оно должно делаться. К примеру, я еще очень и очень давно, еще как только началась предвыборная гонка, и когда там только появился Дональд Трамп, и я читал, ну, это частная подписка, скажем так, И один астролог писал, проанализировав всех президентов, по его мнению, с его точки зрения, не было такого сильного гороскопа ни у одного из президентов, как у Дональда Трампа, после чего на него ополчилась вся астрологическая братья, как это так, ничего подобного, ну, такие же коллеги-астрологи, исходящие из своих каких-то принципов, не знаю. Но в самом случае это не было сюрпризом. И, в частности, я вел программу с астрологом, известным российским астрологом, тоже это неоднократно отмечалось, который еще полгода до того, как были выборы, спрогнозировал победу Трампа. Вот, а что на самом деле произошло, ну, есть видео на Ютьюбе, они и в программе Сангейт Радио, Сангейт Центр, они и в программе Интернет ТВ Чикаго, где я об этом рассказывал. Ну, вкратце можно сказать о том, что все сейчас празднуют, так сказать, финансовые рынки, я имею в виду, празднуют победу Трампа. И что изменилось, это уже не тенденция, это уже реальность, все индексы до единого индекса, четыре индекса главных, это S&P 500, это Dow Jones, это Russell 2000 и это Nasdaq, вышли на новые рекордные рубежи. То есть, наблюдается рост? Наблюдается рост, и это связано с тем, что что-то будет происходить, какие-то изменения. Я имею, ну, все-таки 20 лет, скажем, работы на фондовых рынках, я имею мои, скажем, какие-то... Наработки? Наработки и какие-то terms, то есть, временные промежутки, когда и куда, скажем, мы будем идти, то есть, пока нету никаких разворотов, главных разворотов, то есть, мы продолжаем идти вверх. То есть, скажем... То есть, рынки отреагировали на всю эту ситуацию позитивно? Вначале было резкое подъем, а потом резкий подъем. Что интересно, в декабре месяце будет совсем скоро, будет заседание FOMC, Federal Open Meeting Committee, это заседание главного центрального банка, резервного банка резервной системы Соединенных Штатов, где будет решаться вопрос о повышении тарифной ставки. Ну и почти 100% за это. То есть, это называется Interest Rate. То есть, это означает, что экономика вроде бы улучшается. Вроде бы улучшается экономика, поэтому в связи с этим, когда повышается чисто теоретически Interest Rate, это означает, что экономика улучшается, и это позитивно воспринимается финансовыми рынками, это негативно воспринимается компаниями, которые одалживают у банков деньги, поскольку в этом случае тогда, соответственным образом, они должны платить больше Interest или процент на отдолженные деньги. Но вот к этому все идет, так сказать, вверх. И сегодня в плюсе, и вчера в плюсе. Более того, у нас буквально, как мы знаем, через пару дней будет очень серьезный праздник. Один из самых главных праздников в Соединенных Штатах – это Sandsgiving. То есть, день... День благодарения. День благодарения, совершенно верно. И, соответственным образом, обычно, маркет идет, финансовые рынки идут, индексы идут вверх. Если говорить о долларе, то доллар продолжает свое победное шествие вверх. Соответственным образом, вся валюта по отношению к доллару идет как бы вниз, особенно евро идет вниз. И уже достигла, так сказать, рекордной отметки за последние пока что год. Почти год. А вот доллар, наоборот, он уже за последние 14 лет, последние 14 лет не было такой высокой отметки. То есть, это очень серьезная вещь. Ну, какое-то, без сомнения, можно спрогнозировать, какое-то... У меня графики есть, собственно говоря, их можно посмотреть. И я уже показал о том, что будет какое-то временное, это называется, pullback. То есть, временное какое-то падение доллара. Соответственным образом, валюта пойдет вверх. Ну, та, которая находится на другой стороне, к доллару, в соотношении. Вот. А что еще можно сказать? Золото. Золото. Ну, многие тоже на это смотрят. Золото временно идет вверх, несколько дней. Но, в общем-то, сохраняется тенденция к тому, что она будет меньше, чем 1200. То есть, 1180 где-то. У меня даже заказы стоят на то, что надо покупать это золото. 1180, это долларов за одну унцию. Дальше. Нефть, да, тоже многих волнует. Ну, вот заседание ОПЕК, то есть, картеля, синдиката, компаний, которые так на нефтяном рынке, так, значит, задают тон, будет. И вот сейчас, несмотря на какое-то временное падение, ну, уже 48 где-то за баррел. Это фьючерсы, я говорю про фьючерсы. Ну, примерно столько же стоит нефть и так. Ну, может быть, в каких-то там вариантах. То есть, для России ситуация позитивная. Рост цен на нефть, там всегда это признак хороший. Ну, я сейчас конкретно по регионам не говорю. У нас есть люди, которые разбираются в этом, с точки зрения, скажем, астрологии. Они разбираются в этом значительно лучше. Я, ну, как-то сказать, тоже разбираюсь, но считаю, что у них более приоритет. Я, с точки зрения технического анализа, поэтому куда идёт вверх или вниз, лично для меня, не имеет никакого значения, поскольку, если идёт вверх, значит, мы, соответственным образом, покупаем, ну, и, так сказать, получаем свои бенефиты. Если идёт вниз, то это называется играть на понижение. То есть, мы совсем с другой стороны это делаем. Это называется sell short. Вот. Ну, те люди, которые в этом немного разбираются, мои студенты, в частности, которых я обучаю, они это в курсе дела, они это знают, и они получают точно такие же бенефит. Кстати, глубочайшее заблуждение для очень многих людей, которые покупают, скажем, mutual funds. Вот. Что такое mutual fund? Это фонд, который состоит из какого-то определённого количества акций каких-то компаний. И это разные совершенно фанды. Но это всё манипуляция и спекуляция. Почему? В одном из трёх вариантах люди, которые там находятся, которые купили эти фанды, они выигрывают. Почему? Потому что только когда идёт всё вверх, тогда они выигрывают. Если где-то идёт sideways, параллельно где-то, то они ничего не выигрывают. Они, правда, ничего и не проигрывают. Но они платят management fee. Они платят за то, что они купили этот фонд менеджерам. Если идёт вниз, так тем более. Значит, они проигрывают. Это понятно. Поэтому вот такого понятия selling short не существует в фондах. Это нельзя делать. Там можно только купить и держать. Короче говоря, ограничивается свобода людей, трейдеров. Понятно. Ну вот, примерно так, как это всё происходит. Спасибо. Спасибо. Очень интересный такой полномасштабный ответ глубокий. Я хотел бы теперь перейти ко второй теме нашей передачи и поговорить всё-таки о нумерологических характеристиках сегодняшнего дня. И прежде всего о том, каковы эти характеристики для людей, родившихся сегодня. Можно ли дать такую оценку? Ну, конечно. Это как раз-таки то, в принципе, в чём я немного, будем говорить, разбираюсь. Ну, очень любопытный день сегодня. В части какой? Сегодня 22 ноября. 22.11. То есть два... В нумерологии существуют... Есть разные нумерологии. Их по-разному называются. Временная нумерология, западная нумерология, классическая нумерология. Пифегорейская нумерология, есть ведическая нумерология, есть халдейская нумерология. Вот. Единственная дисциплина из раздела, скажем, астрологии, где не осталось никаких следов, об этом тоже говорилось. Я об этом говорил. То есть не дошли до наших дней. Источники, они были, к сожалению, утеряны. Те, где вот описание. Астрологии много. И принципов много. А вот нумерологии немного. Ну, один из вариантов, который, скажем, я могу пользоваться... Я, в общем, пытаюсь соединить эти комбинации, поскольку всё-таки я имею и, так скажем, западное образование, и восточное образование. Поэтому мне, так сказать, интересно. Я не люблю одно отделять от другого. Это, ну, скажем, с моей точки зрения, это нелогично. Так вот, если говорить о сегодняшнем дне, то первый момент – астро. Астро, как я это называю, астронумерология. То есть астрология плюс нумерология. То есть астрология, мы находимся сегодня, люди, которые родились сегодня, 22 ноября, они находятся под влиянием трёх планет. Это Солнце, это Марс, это Уран, в созвездии Скорпиона. Не буду сейчас даваться в детали, астрологи это серьёзно проанализируют. Но сочетание этих планет очень такое интересное, поскольку, с моей точки зрения, здесь имеет значение Уран и Марс. Потому что что такое Уран? В единической нумерологии есть такое понятие, их называют планетский ноутс, или узлы, северный и южный узел Луны. То есть, во-первых, 2-2, 22 число, двойка – это Луна. То есть две двойки, получается. И мы приходим, по суммированию этих два числа, мы приходим к четвёрке. О четвёрке я говорил достаточно много. Есть специальная программа, это называется «Араху и Кету». То есть, дорогие наши радиослушатели, ютуб-зрители, вы можете найти эту программу и посмотреть, кого это интересует. В нумерологии есть два управляющих числа, их называют «Мастер». Числами это 11 и 22. 22 – это люди, которые 22 числа родились, любого места, на самом деле, они обладают очень и очень серьёзными качествами. Ну, к примеру можно привести Ленина. Да, 22 апреля. 22 – это земля, когда по забытым метелям в рощах цветут тополя. Я помню, в детском сектуре. Да. Вот. Родился великий вождь советского народа Кормчий. Вот. И он обладал качествами, которые всем мы знаем. Но потом выяснилось, когда развенчивается, всё когда-нибудь развенчивается, выяснилось, кто такой Ленин, кем он на самом деле как бы был. Но ведь все мы знаем о том, что он, в общем-то, сотворил Великую Октябрьскую Социалистическую Революцию. То есть это революционер. Ну, он был идейным, он был вождём, идейным вдохновителем. Короче говоря, люди, обладающие, вот родившиеся в этот день, обладают очень и очень и очень серьёзными качествами. И которое можно направить на благие дела, а которое можно направить и наоборот. Вот. И постоянно идёт такой раздрайв. Почему? Потому что 22 – это 4, а 4 – это планета Раху. А планета Раху – это очень и очень интересная, и это очень и очень серьёзная планета. Планета. И в низшем своём проявлении – это очень негативное качество. То есть это полное буйство, полное какое-то неприятие никакого мнения, полностью в своём концентрации на себе самом или себе самой. И вот что хочу, то и делаю, то и врачу. И полностью конфликт окружающего мира и этого человека, который родился. Может быть. Но, тем не менее, это трудяги, это в хорошем проявлении, это люди, которые очень духовные могут быть, которые верят в высшее свою, скажем, природу человеческую. То есть не от обезьяны произошедшее, естественно. Ну, какие все мы на самом деле не от обезьяны. Ну, кто его знает? Приверженные теории Дарвина, они говорят по-другому, поэтому у них есть своё мнение. Ну, короче говоря, вот такая вещь. То есть они обладают очень и не очень, повторяю, серьёзную качество, не буду сейчас даваться, там конкретно есть вот в нумерологии, в моих, скажем, там программах есть, об этом можно послушать. Вот. А 11 число, 11, нужно давать 22. То есть сочетание вот этих двух. 11 – это уменьшённая копия, будем так говорить, 22. То есть это люди, которым могут сниться и вещи, и сны, которые могут являться провидцами, которые могут являться профитами, действительно, которые могут видеть, ну, какие-то такие вещи, которые недоступны какому-то другому человеку. Что ещё? Ещё раз, если они совладают со своим темпераментом, со своим характером, поскольку это неуправляемость полная, полнейшая, тогда они могут достичь очень и очень серьёзных высот и быть лидерами очень. Но если они не будут совладать, если они не будут, скажем так, к другим людям относиться адекватно, воспринимая, что у каждого своё мнение, и нет никаких с этим проблем. То есть кто-то хочет верить, кто-то хочет не верить, но это не значит, что его надо, так сказать, набить и говорить, нет, вот ты должен делать так, поскольку это так правильно. Правильно это для этих людей, но в то же время это может быть совершенно не так для других людей, и это надо, точку зрения такую, уважать. Что ещё? Ну, во-первых, значит, день, день недели, он связан с Солнцем. 1, 4, 2, 7. То есть это вот цифры, которые 1, 2, 4, 7, они, вот эти цифры испытывают друг другу, если можно сказать, притяжение, то есть те люди, которые родились, скажем, 22 числа, 4 числа, 13 числа. И они испытывают притяжение вот тем людям, которые родились таких же чисел, и 2, 11, 20 и 29 числа, и людям, которые родились 7, 16, 25 числа. Вот, это вот такие, скажем, такие моменты. Если мы вернёмся опять же к планетам Марса и Урану, то характер людей, которые находятся под влиянием этих планет, он может на них оказывать очень такое разрушительное влияние, в том плане, если они не будут справляться, эти люди, со своим темпераментом, то тогда могут появляться у них какие-то, скажем, образования в теле. Нехорошие. Нехорошие, да, вплоть до злокачественных опухолей. Ещё раз, день недели я уже сказал, да, это воскресенье, это благоприятный день воскресенья, в какой-то степени понедельник. Вот воскресенье, понедельник, это два благоприятных. Первый, на первом месте стоит воскресенье, на втором месте стоит понедельник. То есть, какие-то важные дела, какие-то, ну, не знаю, контракты подписания надо делать вот именно в эти дни, желательно делать в эти дни, поскольку, так сказать, ну, планеты будут благоприятствовать вот этому вот. Ну что, если мы говорим о камнях, драгоценных камнях, поскольку камни – это проявление планет на Земле, и для усиления качества рекомендуется носить определённые камни, драгоценные камни, и для устранения каких-то негативных воздействий, влияния, допустим, на нас планет, ну, хотим мы, не хотим, так оно, в общем-то, есть, и так оно работает, то вот желательно носить такие камни вот этих планет. То есть, скажем, вот уран, да, это камень сапфир, Марс – это камень коралл рубин, ну, можно носить какие-то фиолетового, скажем, аметист, можно носить камень. Дальше что? Гранаты – это то, что касательно камней. То, что касательно одежды, то в одежде должны приобретать цвета, вот такие цвета, фиолетовые, ну, в зависимости мужчина или женщина, да, пурпурного цвета, возможно. Да, ну, что касается сегодняшнего дня, тут надо тоже иметь это в виду, поскольку сегодня вторник, ну, а вторник – это Марс, и поскольку люди, которые родились 22 ноября, они ещё, это попало на этот день недели Марс, то это, так сказать, усиливается благоприятное проявление планеты и дня для этих людей. То есть, желательно в этот день носить в своей одежде что-то такое красного цвета. Ну, это может быть и снаружи, это может быть и под одеждой, но красного цвета. Для женщины это, возможно, может быть, скажем, сумочка, где-то вот оттенка красного. Ну, для мужчин может быть галстук, может быть, какой-то значок, ленточка и так далее. Ну, это такой момент. Дальше ещё надо отметить, что если мы говорим о том, что всё-таки солнце оказывает влияние на этих людей, то желательно носить, помимо каких-то духовных таких вещей, которые помогают данному конкретному человеку, то им, скажем так, какие-то золотые вещи надо носить, поскольку золото – это солнце. Ну, и что ещё, скажем, рубины. Вот, к примеру, да, то есть красные, это камни, вот то, что красного цвета, поскольку сегодня, скажем, вторник, то есть это вот благоприятно носить. Ну, таким образом. Хорошо, спасибо, Майкл, очень интересно, на мой взгляд, очень интересные и глубокие рассказы в отношении нумерологии, так же, как и по теме, связанной с деньгами. Дорогие наши слушатели, зрители, если у кого-то из вас есть вопросы по темам, которые мы сегодня поднимали, мы на них с удовольствием ответим, не стесняйтесь, задавайте нам. Майкл с радостью осветит все эти проблемы. И спасибо вам за внимание, до следующих встреч. Спасибо, Майкл. Спасибо, Владимир, спасибо, дорогие друзья. Я хочу еще добавить то, что у нас можно задавать вопросы, ну, во-первых, это тройное W, sungatesradio.com, sungates108, солнечные оборота, переводится на конце буквы S по-английски, sungates108, это наш скайп. Телефон 847-226-9956, ну, и программы обрабатываются, потом они появляются на YouTube и на Facebook, там тоже можно ставить свои замечания, предложения и задать свой вопрос. Всего доброго, до новых встреч. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова А.Кулакова 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 А.Кулакова